У одного лорда в средние века было два сына-близнеца. Один оптимист, а другой пессимист. И лорд решил сделать им на день рождения подарок. Пессимисту он подарил великолепный меч, рукоятка которого была инкрустирована драгоценными камнями. А еще потрясающей работы лук. Сыну же оптимисту он просто завалил всю спальню навозом. Когда он подошел к ребенку-пессимисту, тот сказал ему, что ему не нравится меч, потому что камни не те, да и лук не той работы, да и тетива не такая тугая. Когда же отец зашел в спальню к своему сыну-оптимисту, тот стоял с лопатой посередине комнаты и разгребал огромную кучу навоза. Отец спросил его, что же ты делаешь? На что сын ответил, если здесь столько навоза, значит, где-то там должен быть пони. Юмор очень сильно меняется в течение времени. То, что было смешно в античности и то, что было смешно в средние века, сейчас покажется уже далеко не таким забавным. Больше того, даже школьная шутка про многочлен будет в сравнении с большей частью юмора средневековья просто вершиной остроумия. Действительно, юмор, в отличие от трагедии, подвержен на больше изменчивости. То, что трогало людей в античные времена, когда они смотрели, например, на царя Эдипа, продолжает трогать и по сей день. То, что было смешно тогда, далеко не всегда смешно сейчас. Юмор меняется, но при этом юмор обладает и еще одной потрясающей силой. И эта сила деструктивная. Действительно, юмор – это, пожалуй, то, что можно сравнить с атомной бомбой. Юмор способен уничтожить все, что угодно. Представление о Боге, представление о нравственности, представление о чем угодно, да даже о смерти. Проще говоря, попробуйте посмеяться над смертью, и она становится уже совсем не так страшна. Не случайно именно на юмор большую часть ритуалов и налагает свою табу, потому что пытается обуздать эту неукротимую силу. Говоря о юморе, нужно сказать, что это не только комедия, не только высокая комедия. Из юмора очень часто происходят диаметрально противоположные вещи. Допустим, именно на юморе завязано рождение такого мрачного. Я бы даже сказал, что это, наверное, один из самых депрессивных жанров в литературе. И имею в виду я антиутопию. Причем, знаете, что самое забавное? Все это начал человек, который был по-хорошему, да, наверное, главным душнилой истории. Действительно, важно ведь, кто шутит. Одно дело, когда юмор добрый. Когда человек шутит так, что боится кого-то обидеть. А другое дело, когда шутит откровенный человек-ненавистник, который, пожалуй, именно ненависть и воспитывал в своей жизни больше всего. И в данном случае я говорю про Джонатана Свифта. Говорю про него не случайно. У Джонатана Свифта очень много традиций средневековой литературы. Не случайно его любимый автор Франсуа Рабле. Именно на него и ориентируется Свифт, когда начинает писать свои «Путешествия Гулливера». Да-да, «Путешествия Гулливера» это на самом деле не только очень смешная книга, это еще и одна из самых мрачных книг в истории, так на секундочку. И далеко не детская литература, как все привыкли видеть. Дело в том, что человек в этом отношении вообще избирателен. Когда ему что-то неудобно, он пытается поменять это под себя. Книга Свифта была крайне неудобна. И современникам, и последствия потомкам. Поэтому в итоге ее превратили в повествование для детей. И из всех частей книги оставили только две. «Путешествия в страну лилипутов» и «Путешествия в страну гигантов». Остальное же все выкинули. Хотя именно в двух следующих частях, «Путешествия в Лапуту» и «Путешествия в страну Гуин-Гнагнамов» с названиями у Свифта все очень плохо, они практически непроизносимы. Мы видим то, как раскрывается замысел автора по-настоящему. Здесь же очень много от карнавальной культуры. Свифт не просто сатирик. Знаете, здесь есть такая удивительная деталь. Он же, с одной стороны, мог шутить практически про все, что угодно. Если читать «Путешествия Гулливера» не в адаптированном детском варианте, то вы найдете там такое количество упоминаний испражнений, фекалий и всего остального, что будьте просто поражены. Один момент, да, что Гулливер в тот момент, когда в стране лилипутов тушил пожар в Королевском дворце, он взял просто Королевский дворец и обоссал. Это, кстати, была одна из причин, почему в итоге его хотели умертвить в лилипуте, потому что считалось, что тем самым он оскорбил королеву. Но, да ладно, об этом немного позже. Главное, что в данном случае есть. Это, естественно, наблюдение за Свифтом, как непосредственно за личностью и за человеком. А он был бескомпромиссен в своих суждениях. Декан собора святого Патрика всегда мог найти в людях самые плохие черты, и эти плохие черты всегда подвергал осмеянию. Рядом, прям с собором святого Патрика, есть великолепное место. Это библиотека Марша. Одна из старейших библиотек в Дублине в целом. И вот там до сих пор остались книги, где прямо есть пометки самого Джонатана Свифта на полях. Особенно интересны те моменты, где он читал историю Шотландии. Свифт не оставался в стране и везде делал замечания. Какие гадкие шотландцы, какие ужасные шотландцы, как им вообще нельзя доверять, какие-то отвратительные люди. И такими комментариями были наполнены почти все книги, которые читал Свифт. В тот момент, когда он только берется за свою сатиру, да, конечно, он ориентируется на традиции Франсуа Раблея, на традиции средневекового юмора. А это осмеяние, это тяга к гигантизму. Поэтому, что у нас происходит? Главный герой Свифта, Лэмюль Гулливер, судовой врач, примеряет на себя роль гиганта. Он оказывается в волшебной стране, где все люди намного меньше него. И вот он уже выступает как гигант и наблюдает за их жизнью насекомых. При этом эта жизнь насекомых будет достаточно прямой пародией на ту политическую ситуацию, которая тогда была в Европе, а именно на отношения Англии и Франции. И, естественно, что все современники не могли этого не заметить. Впрочем, это была не более чем сатира. Так же, как и впоследствии путешествия Гулливера в страну гигантов. Самое же интересное начинается в тот момент, когда Свифт, а не будем забывать, это человек, который пишет уже в эпоху просвещения, в ту эпоху, когда разум ставится во главу угла, когда разум считается той силой, которая дает человеку практически все. Благодаря разуму, считалось, человек может обрести чуть ли не власть в Бога, полностью переустроить под себя весь окружающий мир. Но Свифт над этим откровенно издевается. К слову, он, например, терпеть не мог Исаака Ньютона и не признавал его открытия. И так же Свифт и в своей третьей части «Путешествие Гулливера» издевается над всей научной концепцией как таковой, показывая, что на самом деле, по мнению Свифта, представляет из себя наука в чистом виде. Яркий пример. Когда он путешествует по академии, первое, что он видит и первой, кого он встречает, будет ученый, который попытается добыть солнечную энергию из огурцов. И несмотря на бесполезность всех его явлений, он все равно будет продолжать работу и даже пользоваться огромным почетом. Но намного веселее дальше. Почему? Потому что там у нас будет ученый, снова весь испачканный экскрементами, экскрементов у Свифта крайне много, который будет пытаться, извините за выражение, дерьмо, вновь превратить в полезную еду. Выпалив от желчь и убрав все некачественные элементы. Стоит ли говорить, что все это время ученый просто будет по уши сидеть в нечистотах, и все его эксперименты окончатся неудачей. Да, Свифт очень критически относится к разуму. Он говорит, что с помощью разума люди чаще всего создают себе химеры, и не более того. Но четвертая часть, именно четвертая часть, по-хорошему, и представляет из себя то, что будет лежать в корне антиутопии. Ведь давайте посмотрим с вами, что представляет из себя антиутопия как таковая. Я бы сказал, что это не просто утопия, которую попротались воплотить в жизнь. Нет. Антиутопия куда интереснее. Это сатира, в которой смех совершил самоубийство. Проиллюстрирую это на таком примере. Возьмите, например, «Историю одного города Салтыкова-Щедрина». А теперь возьмите и уберите из «Историю одного города Салтыкова-Щедрина» все комическое. Что у вас получится? Правильно, Орвелл 1984. Причем вообще почти в один-в-один. Никаких различий. Самое интересное в сатире Свифта, что это именно тот пример, когда смех и совершает самоубийство. Каждый раз Гулливер на протяжении всех своих путешествий пробует доказать всем иностранцам, которых он встречает, то, что он живет практически в лучшей стране мира. И эта лучшая страна – это Англия. Естественно, Орвелл Гулливер – верный гражданин своей страны. Но в тот момент, когда он попадает в страну гулинга-танкномов, все становится совершенно другим. Кстати, здесь еще есть и один забавный момент. Свифт в данном случае пародирует своего великого современника – Даниэль Дефо, кстати, который тоже сейчас считается классиком детской литературы, хотя на самом деле Робинзон Крузе – это вообще совсем не детская книга. Это как раз роман, который был своеобразным гимном эпохи просвещения, потому что показывал, как один человек, оказавшись на острове, в той ситуации, если он обладает нужными знаниями и нужной культурой, всю абсолютную природу и все может перестроить под себя. Действительно, Робинзон Крузе ведь только с помощью своего разума, только с помощью своих знаний полностью перестраивает действительность под себя. Он строит себе дом, он начинает охоту, он шьет себе одежду, он фактически не страдает от одиночества. Почему? Потому что разумный человек может и не страдать от одиночества, как полагал Даниэль Дефо. Опять же, исследований по психологии на тот момент не было. Понятное дело, что, скорее всего, у Робинзона Круза началась бы депрессия, начались бы галлюцинации. И вся эта изоляция оказала бы непоправимое влияние на его психику. Но Даниэль Дефо думает иначе. Разумный человек, по его мнению, способен даже дикаря возвести на свой уровень, сделать из него великолепного собеседника, что, в общем-то, и происходит с Пятницей. Свифт, используя сатиру, дает на это совершенно другой ответ. В тот момент, когда Гульвер оказывается в стране Гуингангномов, он встречает там отвратительных существ. Знаете, таких человекоподобных, обезьян. Еху. Первое, что делает Еху, при встрече с ним, они забрасывают его своими экскрементами. Да, Свифт очень любит все, что связано с экскрементами. Мы встретим это в книге не раз. Впоследствии появившаяся лошадь отгоняет этих непонятных существ от Гульвера. Гульвер понимает, что лошадь с ним общается на каком-то своем языке. Это как раз и есть те самые разумные лошади, которые населяют эту страну. А вот Еху, эти отвратительные твари, там появились совершенно случайно. Как ему говорит один из Гуинганганов, это были моряки, судно которых разбилось недалеко от этих земель. Они оказались в этой стране, но вместо того, чтобы построить свое разумное общество, они одичали и превратились в диких неконтролируемых тварей. Таким образом, Свифт еще в эпоху Просвещения, когда все бредили утопиями, все бредили идеями о том, как можно построить идеальное общество, что можно сделать из него, дает свой точный ответ на то, почему это невозможно. А невозможно это по той причине, что изначально сама природа человека порочна. Это те же самые экскременты, которые Свифт у себя не раз упоминает. Описывая Еху, описывая то, как они дерутся между собой за все практически вещи, которые, по их мнению, представляют для них ценность. Насколько они жестоки, да? Насколько они способны уничтожить практически все, к чему только прикасаются. Свифт дает четкое определение тому, что представляет из себя человек. То, что изначально было смешным, забавным, веселым. То, что изначально напоминало собой комическое путешествие, такое своеобразное срез английской истории, поданное под соусом юмора, в данном случае становится совсем иным. Становится чем-то грустным, и то, что максимально тебя заставляет задуматься на то, что представляет из себя жизнь человека как таковая. Свифт дает четкий ответ. Единственное, что может делать человек, чтобы попытаться достичь счастья, это постоянно работать над своей природой, постоянно себя совершенствовать, постоянно стремиться к нравственным идеалам, потому что стоит расслабиться хоть на секунду, как вся история идет вспять, и мы вновь и вновь становимся все больше и больше похожи на дикарей. Самое смешное, что ход истории, в общем-то, доказал то, что Свифт во многих своих воззрениях оказался прав. Да, его сатира была настолько велика, и юмор его был настолько жалочен, Свифт и правда главный душнила своего времени, что в конечном счете его смех совершил самоубийство, а после этого самоубийства оставил на своем месте только черную дыру, в которой расставила большая часть вопросов, в том числе вопрос о том, достижим ли вообще человеком счастье на земле. К чему приходит в конце книги Гулливер? Гулливер становится абсолютным человек-ненавистником. Он вообще не хочет, чтобы его спасали. Он вообще не хочет, чтобы к нему приближались люди. Он даже на своих родных-то смотреть не может. И единственное, где находит успокоение, это в обществе лошадей, которые напоминают ему гуингомов. Больше того, Свифт дает и другое обращение. Иеху показанным им тварями. Страшными, отвратительными, вонючими, непонятными. Но у них нет главного, у них нет оружия, чтобы они могли массово друг друга уничтожать. Сравнивая же это со своими соотечественниками, Свифт делает выбор не в сторону своих соотечественников. Именно потому, что у них-то как раз все эти инструменты были. Вот вам и забавная деталь про юмор. Насколько это разрушительная сила. А действительно, разрушительная сила юмора огромна. Она способна даже уничтожить саму себя, а не только какую-то возвышенную и большую идею. А уничтожая саму себя, она превращается как будто в черную дыру. Знаете, в этом сравнении есть даже нечто прикольное. Черная дыра — это что? Это финальный этап существования звезды, когда ее гравитация становится настолько велика, что поглощает все, даже излучаемый ей свет. Антиутопия — это сатира, которая пришла к фазе черной дыры, которая полностью поглощает все зачатки юмора и все зачатки шутки, счастья, которые до этого момента в этой сатире хоть как-то еще могли просматриваться. Такие дела — такая вот история одного великолепного душнилы по имени Джонатан Свифт. Очень советую вам прочитать его произведение. Поверьте, совсем не детская книга. А самое главное — позволяет иначе посмотреть на нашу с вами историю и о многом задуматься. Всем добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова